Выборы в России закончились предсказуемо. Страсти не утихают. Преследование нежелательных кандидатов, откровенные мухлёшки в местах и явная тотальная холестерикация лекционного голосования – все ожидаемо, но по-прежнему изумляешься размаху и откровенности, с которым все это проделывается. Да тут еще Google, Apple и дуров присели на измену, сделав все, что от них хотел Путин. Досадно, позорно, но бизнес есть бизнес. По большому счету, всем все равно, что происходит в России. Удивительно, что многим россиянам тоже наплевать. И кто-то по долгу службы, а кто-то просто не морща лба, голосуют, как вилино, или подделывают результаты, как тоже вилино, или отдают приказы – обманите, вбросьте, подложите, и будет вам премия, повышение по службе или просто ничего не будет, что по нынешним временам – это уже большое благо. Давайте все же поговорим о том, что делать дальше. Граждане, которые хотят, чтобы выборы в России были выборами, давным-давно выработали две стратегии – игнорировать, есть этот фарс, или бороться, участвовать, наблюдать, поддерживать, голосовать, разоблачать. У каждой из этих стратегий есть очевидная аргументация. В первом случае я не участвую, потому что не сажусь играть с шулерами, или потому что власть в России сменится вовсе не в результате выборов. И с этим трудно спорить. Аргументы тех, кто за участие в выборах, мы пытаемся изменить ситуацию мирным путем, тренируем демократические навыки, ускоряем неизбежную эволюцию и закаляем нашу сталь. Но что мы видим? Что позиционные бои ведутся между теми, кто за и против умного голосования, между противниками неучастия и фанатами участия. Кто-то скажет – оппозиция опять перессорилась. Да ничего подобного. Нет уже никакой оппозиции. Есть граждане, которым все равно. Есть граждане, которые пока такое. И это не мы сделали. Этого от нас добился коллективный Путин. Путин нас всех уравнял. Ты либо та коллективная Элочка Панфилова с ручным Венедиктовым поводки, кто все это оправдывает, либо ты Навальный. Ну, вступила апатия, опускаются руки, мы не доживем до перемен. Ну, так всякая тварь грустна после Койтуса. Нас в очередной раз поимели. А кто подмахивал – получил удовольствие. Жизнь продолжается. Поддерживайте политзаключенных, соратников по борьбе и тех, кто нуждается в помощи. Не нравится теория малых дел – занимайтесь большими. уезжайте и продолжайте. Или оставайтесь, берегите себя. Все это важнее, чем выбор. Россия когда-нибудь будет свободной. А вот люди, которые убили выборы, не будут свободными уже никогда.